Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 но тут же написано 80 правильно вот и надо было ехать 80 километров а вы же ехали 61 километр за один час чем создавали опасность как для пешеходов так и для их драгоценных жизней я прошу прощения, ну не было ни одного пешехода правильно потому что они со страхом все попрятались по путевным переходам послушайте, инспектор, я прошу прощения вы поймите, я же не просто так человек я, так сказать, работник искусства по имени филармонии я вот спешу на встречу своего таланта с ушами слушателей вы понимаете? а я вот, между прочим, работник безопасности вашего движения от жизни всех остальных граждан понятно? я поэтому никуда не спешу послушайте, инспектор, вы поймите я ведь не просто какой-то смертный я же гениальный музыкант я же все-таки импровизатор я же виртуоз поймите, что я говорю? да вот с такими болячками вообще надо дома сидеть если, извиняюсь, гражданин у вас виртуоз то надо было до врача идти а не садиться за руль транспортного средства вам понятно? да поймите, черт подери а если бы Оистраха самого остановили мы бы тоже у него права забрали, да? агаааааааа Оистраха? это что, той, который клизму изобрел, или что? нет, клизму изобрел эйсмаг а оистрах это, ну этот ну, он ... ну, надо, 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 ну, ... ну, помните такое, к нам приезжали? Мне гражданин, что вашой страх, что гос-страх, мне все равно. Потому что я когда при исполнении, мне что мама родная, что бабушка хромая, мне тоже все равно, потому что я сильно принципиальный. Я, между прочим, сегодня самого генерала Филькина остановил. Понятно? Кого? Филькина. А кто этот Хрюшкин? Ну, этот Си-Си. Не, я не понял, смотри на него. Еще прикидывается интеллигентным человеком. Это ж кем, извиняюсь, надо было родиться, чтобы не знать самого генерала Филькина. Да, вы что? Гражданин, а может вы вообще долго? Чего? Ну, долго. Выпью. А чего вы взяли? Думаете, сейчас в пайпе так себе пьяный сидят, да, что ли? Да потому что две раза человек не может не знать самого генерала Филькина. Понятно? А ну, дыхни. Дыхни. Ты кто? Да. Нет. Вот не кто ж. Я не буду здесь вам дышать. Знаете что, гражданин, если вы не будете дышать, вы прямо тут и помрете с выпученными глазами и синим языком. Понятно? Хорошо, хорошо. Я дыхну, но пусть все будут видеть. Пусть все будут видеть. Вам станет стыдно за свои телесни и инсинуации. Пожалуйста. Ну что, стыдно, да? Стыдно. Стыдно, гражданин. Очень стыдно. А еще прикидывается интеллигентным человеком. А сам как последний ханый, а то глушит деколон. Что? Что вы? А с вашим деколоном прет на версту. Хоч бы закусывали огурцами. Да это не от меня прет, череподи. Это от моего лица прет. Ну я же без нас вадьбу ехал, понимаете, череподи. Ну попрился, смежился одеколоном. Кстати, хороший одеколон. Зинтерс называется. Зинтерс? Не знаю, не пив пока что. Слушайте, я с вами точно с ума здесь сойду. Ох, так вы еще и в преддверии безумия сели за руль транспортного средства, что ли? Еще и пьяный. Послушайте, я не пив, честно говоря, хотите вот сейчас, я вам не буду дышать, а все равно будет паскать одеколона. Потому что одеколон у меня не внутри, а снаружи. Вот смотрите. Вот видите, вот видите. Я не дышал, а все равно было слышно одеколон. А почему, а? Почему? Вы трезвители разберутся почему. Понятного? Так что извиняюсь, гражданин, придется вас в прицел проводить медицинский вытрезвитель на экспертизу без штатив. Знаете что, знаете что, это нарушение прав человека, мистер Павел. Правильно, потому что если есть нарушение, у человека никогда никаких прав не будет. Я прекращаюсь на меня сгибать без своего авокадо. Ой, 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 меня понимают, что ваша авокадо, что помидоры у меня все равно. Слушайте, вот я вам предупреждаю, если вы меня не отпустите, если вы не вернете права, я устрою здесь голодовку. Ну и пожалуйста устраивайте, вы ж такой жирный, что это все равно никто не заметит. А-а-а, а я же место с этого несет, ну до второго пришествия. Ну и пожалуйста, стойте, хоть до второго пришествия мой сменщика. Инспектор Сидоренко, все, я пишу. Да, подождите инспектор, ну что вы так, вы погорячились, я погорячился. Ну все, бывает, понимаете. Я вот вижу, вы так плохо выглядите, понимаете, все-таки вам нужны деньги на лекарства, я понимаю, жизнь тяжелая. Не понял. Это что ж такое получается, а? Это ж получается что, попытка дати взятки должна снова лицу еще и при исполнении что-нибудь. Что? Нет, вы видите, нет, стоп, десять километров, это не вот только попытка, простите. А ты готов нужна дать, что была эта взятка? Минимум восемнадцать. Но это грабеж седьмого дня, где вы такие беретесь, стерпотези? В школе милиции. Между прочим, для особых, оплодотворенных детей. Понятно? Ну, пожалуйста, инспектор, мне вас по-человечески просто жалко. Вы же целый день здесь стоите, трючком в племашке, глазами дышите, понимаете. Каждый, понимаете, вас оскорбляет. А вот этого гражданинка Тетер не надо. Я, между прочим, на этом самом месте в ГАИ уже десять лет стою. Что только со мной тут не было, понимаешь. И монтировка меня по голове пили. И мотюгами всякими мотюгали. И помойками всякими обливали. А чтобы оскорблять, вот этого не было никогда. Ну, давайте все-таки с вами договоримся. Вы же понимаете, я вот не просто человек. Вы же, наверное, меня не знаете. Вы же вообще ничего не знаете. Вы же не знаете ни Моцарта, не знаете, ни Петховина, и Пасха. А вас, я даже и не слышал. Не надо, не надо, гражданин, меня тут допоювать свои вещания. Вы думаете, что если ваши друзья клизму изобрели, то значит, вам все можно? Послушайте, человек, поделите. Я великий мастер. Я могу на слух определить 16-й полутонами. Да, это же 16-й тонн, только мастер, кажется, пацан. А, ага, а, вы у нас специалист. А, господи, вы специалист. Вы знаете, определить любую машину можете, да? А вы знаете, что я артист. Вот хотите, я вам покажу сейчас, вот любую машину. Если вы угадаете ее, нет проблем, забирайте эти 10 гривен. А если, так сказать, если вот не угадаете, я забираю свои 10-й. Если угадаете, еще 8 раз заплачу. Все, 8, договорись, на мои 10 гривен. 8. Что? 8, мужик. Почему 8? А вы что, никогда не слышали про подоходные налоги? Фу! А что? А минус бездетность. А пенсионный фонд, я ему спросил, скоро на пенсию пора. Ну, оно не важно. Так что, если получите свои 2 гривны, то и то, скажите спасибо, и то в участке. А вы, вы все равно не отгадаете? А, не, не, я не отгадаю. Я тебя, я отгадаю. Пожалуйста, не отгадаю. Пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста. Внимание. Очень просто. Вы эти 10-ки все. У меня нет. Я не отгадаю. Смотри, ай, ты знаешь. Мне ничего не показалось. Ха-ха-ха. Ой. Петя, диме. Ха-ха-ха. Ой. Пфу! Вот. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ладно, ты мне лучше этого москвича покажи, ты как этого моего отец. Хорошо, москвич 412, я говорю тем, кто вот, люди потерпевшие, они знают, что это такое. Вот, кто молодые, сейчас увидите. Сейчас открою, подожди. Ну, сейчас, сейчас. Ну, как вот дети, оно же видно сразу. Тебе, похоже. Ну, без ключа откроем ничего. Ааааа! На, отец. Ну, давай. Аааааа! Аааа! Удачи! Думаете, легко? Еailable! Да. Пристегнут в репью. Да, вы пристегиваете. Ах! Ой! Ах! Мама! Ах! Ах! Мама! 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 Подержи, подержи, иди, подержи, иди, умный, так вот. Ай, ё! Смотри, правда, Бог, оно, оно мне там КамАЗа покажет, А, ну, билан, здоровый такой, на этом, не, 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 Мабуть, на нём работаю, в карьере. Ну, на карьере, на печатный карьер, главное. Хорошо, у вас это, нехорошее, да? Поверим. Значит, представим, что-то, кубас, хорошо. А что, дай-ка, сидушечка. Ну, ну, я только стульку маю. Смотри-ку, билан. Спасибо. Смотри-ку! Эй! Пу! Пу! Вау! 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 2 а и и и да да и Аааааааа. ХХХ. Культурному человеку никуда податься, везде вы такое хамство, в хуражке, чёрт подери. Музыканты несчастные люди, а композиторам, конечно, им хорошо, наполовину, вы знаете, что музыкантам ещё хуже, вот мы здесь собрались, они уже умерли, им повезло, но правда в жизни они хлебнули, конечно, горе по самой ноте, а вы знаете, я вам скажу, что вы это на меня понимаете, вот возьмите великого композитора Баха, вот Бах родился не как мы в нормальной семье, он родился не щеке, а не в роддоме, мама долго прыгала, пока из меня не выпал Бах, да и по звуку Бах сразу определился, уйдёт себе великий композитор, что-то я смеюсь, был несчастный человек, денег не было, он не мог купить себе инструменты и приходилось всё время играть на своём органе, но по-немецки органе, это что он мог с таким инвекторённым оставить, только одну эту фугу и ту попьяну, понимаете, а вот возьмите вот несчастные всё-таки эти композиторы, у них же по утрам, вот вы вспомните, вот у них же в животе пучили, во рту погонили, да вы что, несчастные люди, а Бетховен, он вообще ни разу не услышал ни одного своего вальца, не потому что он был глухой, не, у него не было денег на пианицу, но он хорошо поднялся, когда лунатики заказали лунную симфонию, а вот возьмите, например, Чайковский, Чайковский, господи, вот лишь, ему всё время приходил, глюк и белочка, потому что только в таком состоянии можно написать танец маленьких лебедей, А возьмите, да кого угодно, возьмите, ну я не знаю, а возьмите этого, ну, например, возьмите Штраус, 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 если всё время писал польки, любили его венгерки, а сам ходил в Амбитнах, А вот возьмите, например, великого, а вот вашего композитора, Мусоргского, например, О, похоже на сегодня уже всё, хотя нет, вы знаете, ещё целых 15 минут осталось, вполне возможно, что ещё кого-то принесёт, А может быть принесут, ведь нынче не тот больной пошёл, эх, раньше были болезни, приятно вспомнить, артрит, радикулина, геморрой, в конце концов, а сейчас что? Одни травмы, только разойдёшься, что называется, полечить, а больной, бак, и выздоровеет, вот недавно случай был, Убили негра, а он встал и пошёл, да, вы знаете, если больной хочет жить, медицина бессильна, Или вот на днях случай так же был, мужик на свадьбе, кстати, штопор проглотил, когда скорая приехала, первый вопрос был, штопор привезли? Или вот женщина ко мне пришла, плачет, вся в слезах, в губной помаде, перепачканное лицо, Доктор говорит, помогите, у моего мужа мания величия, возомнил себя главой семьи, Господи, ну я тут при чём, я же хирург, пришлось вырезать ей гладь, это правильно, психиатр? Нет, надо было лучше на экономические идеи, в экономике есть что, всё, что не сделал, всё правильно, правильно? А ведь у нас врачей хуже, чем у сапёра, потому что сапёр ошибается всего один раз, а хирург всю жизнь. Разве же у нас медицина? Нет, это каменный век с бронзовой клизмой. А ведь у нас у врачей тоже бывают проблемы со здоровьем, да, и, а решать их, между прочим, негде, ну, не к врачу же идти, в конце концов, правильно? А я, я так вообще, может, я уже вообще на ладу пришёл, меня, между прочим, даже из армии комиссовали, Болезнь такая загадочная была, всю роту от меня тошнила. Ладно, пойду собирать манатки. Похоже на сегодня, действительно, всё. Нет, не всё, здравствуйте, доктор. Боже мой, боже мой, опять вы? Я, я, здравствуйте, я не горюй, я ваш больной Крисюк, здравствуйте. Здравствуйте, больной Крисюк, но я вам говорил, что вы никакой не больной, потому что я у вас пока что ничего не нахожу. А что надо ходить? Давайте, хотите, я вам сам расскажу про свои болезни, вы сразу отдадите часть своей зарплаты. Нет, нет, Крисюк, не надо, я же вам говорю, что вы здоровы, мы уже вас много раз проверяли, вы же здоровы, как корова. Это что, значит, что я скоро отброшу копыток, да? Нет, нет, это значит, что вы меня уже забодали. Что вы, доктор, ругаетесь, давайте, как всегда, проверим мне давление. Ну, мы проверяли, у вас 120 на 80, как у космонавта. 120 разделить на 80, это же получается полтора, да ты что? Ну, как можно жить со здоровым полтора? Я теперь понимаю, что у меня всё время крутится голову. Ой, Господи, какая-то у вас хручилась голова, на что вы такое говорите? Ну, когда я пью пив литр, ну, что, доктор, это же первая ласточка. А от первой ласточки в небе до последней утки под кроватью. Один шаг. Так что давайте проверим хотя бы температуру. Так проверяли, у вас 36 и 6, как у молодеца, ну, чего проверять, я не понимаю. 36 на 6, такий молодец, доктор, это же жар, 42 получается, вы что? О, Господи, у меня же жар, у вас не жар, у вас бред. Нет, у меня не бред, да вы забудете, доктор. У меня старое недомогание. Ой, ну какое ещё старое, ну, недомогание? Женка всё время жалуется, что я старый, и ей недомогаюсь. Я же вам уже выписывал Виагру, ну, неужели не помогло? Ну, я, доктор, помогаю мне. Але до особого момента. Какого такого особого интересного мне знать, а? Пока не вспомню, сколько она стоит. Ой, доктор, дивиться, Господи. А я и не заберу, какие у меня синие ногти, бачите, боже. Как сам и весь жёлтый. А что это значит, доктор? Это значит, кричу, что вам повезло, понимаете? Что вы патриот, вы покрыли святами национального флага. Да? Да. Слушайте, хотите, я вам вырву все зубы? Нет, 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 я вам три зубы оставлю. А почему ты? А потому что тогда вы будете похожи не только на флаг, но и на национальный герой. Ну, доктор, это вы что? Я и так, знаете, ночью нести, что вы... А я вам говорил, считайте баранов. Ну, это практически невозможно. Ну, что-то невозможно. Потому что доктор, у меня дома не одного барана. Нет, я вам говорил, считайте вымышленных баранов. Ну, носите, например, себя. Ну, посчитайте, что ты еще раз и вам обещаю, что вы больше никогда не проснетесь. Доктор, я все равно проснусь. Потому что я душить чутку сплю и сразу просыпаюсь от шума. Все, какого шума? Ну, как? Я же сильно хрупу. О-о-о-о. Ну, тогда вы спите, пожалуйста, в одной комнате, а хрупите в другой. Вам понятно, все у вас? Нет, доктор, подожди. Я хотел у вас спросить, а можно мне утро резко вставать с кровати? Можно. Можно даже... Нет, вы, доктор, подумайте. Вот я всегда в одной газете, что если, значит, резко вставать с кровати, то голова может провалиться внутрь тура. О-о-о. И человек задохнулся. А-а-а. Ну, доктор, ну я хочу выпишет мне резиновый коварик, а? Что не будет? Я вам выпишу резиновый коварик. Ну, все теперь вот? Теперь вот все? Не, не все. Что еще? Э-э-э... А шума? Ну, шума, шума, шума. Ну, не знаю. У меня много болезней, доктор, я не знаю. Давайте попробуйте на мне какие-нибудь консервативные меры. Я очень люблю консервы, доктор. Я вот люблю эти томати и люблю эти печень трески. О, кстати, вот печень у меня такие трески, доктор, ух. Серьезно. Мабуть, это симфония цереза. Э-э, то, что, ну, перлюбка. А-а-а. Я уже и забыл о чем. Слава богу, Ноно. Слава богу, что у вас хотя бы начался с кровати. Может, вы сейчас забудете ко мне дорогу? Все. Идите. Не, не, доктор, я вас не забыл. У вас такие хорошие кабинеты. Вот и давай какая-то бедетка красивая. А где вы берете такие красивые приборы, а? Хрисюк, это подарки от спонсора. Понятно вам? Да. А вы знаете, вы нагадываете имени мою племянницу. Ай. Ну, что такое? Она тоже в одном из спонсирования лечит подарок от спонсора. Дом, старший. Ну, что вы себе? Дом. Давайте делаем мне операцию, и я пошел. Господи, Хрисюк, ну, какую еще операцию? Ну, о чем вы говорите? Какая операция? Ну, я какую, по пересадке мини-гланды. Боже мой, ну, при чем тут гланды, Хрисюк? Доктор, я, вот это в детстве, когда меня вырезали гланды, у меня все время ощущение, что в роте чего-то не выставит. Ну, приезжайте мне гланды убрать, пожалуйста. Хрисюк, не надо больше. Ну, я вам потом расскажу о трагической судьбе своего аппендицина. Не надо, Хрисюк. Не надо, Хрисюк. Скажите, вас печально не беспокоит моя трагическая судьба. Судьба вашего доктора, а? Да вы что? Больного очищения? Я хуже, чем больного. У меня через пять минут от вас начнется инфаркт с вашим гемороем. Ой, доктор, это на вас кто-то порчу. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я сделаю вам на вашу порчу красивую яркую линку. Да вы что? Сейчас я на вас попробую нетрадиционные методы лечения. Я сейчас вас заряжу своей положительной энергией и дам очагу. Иди, 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 иди. Доктор, иди, 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 иди. Вот, иди, иди. А я же только хотел рассказать. Доктор, я хотел же ему еще, знаешь, любимый, оцю клизму из ромашки. То есть, представляешь, что это весь клизма, потом ромашку, а потом всю... А вот ты, доктор, давай попробуем мумию. Хороший мумию, из египетских пирамид. А вот, ты знаешь, я вот это чувствую, знаешь, что есть... О, иди, иди, иди... Ты сам и больной человек, давай. Так вот, слушай, значит, больной. Есть такой дядька Глиба, сделает на голове любовь к ремонту. Ой, не ремонту, а гаразон. Я тебе говорю с ним, что то, чем скажет, тем человек и заболит. Честное слово. Честное слово. Честное слово. Ну, ты не волнуйся, я тебя отвезу, знаешь, куда? Я отвезу тебя в село Филиппинки. Да, не могу. Да, ты что? Там такие дядьки, которые руками делали чуваки дырки, и видно, что это, честное слово. Я не шо, я нормально. Я нормально. У меня дядьки, у меня все нормально, но есть одна проблема. Ты геморрор? Нет, не геморрор. Меня зовут Николай. Николай Федорович Крисюк. Очень приятно. Как зовут? А Бравий Сакович? Ну, с каждым бывает. То, понимаешь, это, конечно, тоже трагедия, но ты лечись, ты лечись. Ты лечишь сначала паспорт свой, ты не надо, не надо. Так вот, я хочу тебе сказать. Ну, так не думай. Думаю по-другому. Я хочу тебе сказать, я хочу тебе сказать, у меня есть одна проблема. Только ты мне кажется, у меня впечатление постоянной зрительной галлюцинации. А ты что? Что я сижу, где ты сидишь? Каким-то зіберманом. Зібно. Посреди зала. Кругом люди. Так. А я один в штанах. Так ты что? А я, как что-нибудь. Зіберман. Господи. Збилось. Доктор. О, ты бачишь, иди сюда. Иди сюда. Штани отдай. О, у меня. Попросить сеточку на лобок. Нет. Вы только скажите, пожалуйста, где вообще этот народный артист, да? У меня, у меня, у меня пять минут до прямого эфира. А его все нет. Ну, я вас прошу. Вы возьмите этот ассистентный. Позвоните ему в конце концов. Позвоните у него в пустую голову. И спросите у него, о чем он там не дубает. Абугал дома. Уже звонили? Ага. Ну и что же интересно он вам ответил? Абугал дома. Абугал дома. А то, что у него сегодня, видите ли, двое похорон и одна свадьба. Так передайте ему, пожалуйста, что одни похороны сегодня будут его. А на свадьбе он вообще никогда не доживет. Боже мой. Между прочим, ко мне сама Алла Борисовна никогда на прямой эфир не опаздывала. Правда, ее у меня никогда и не было. Да. Да. Боже мой. Боже мой. Две минуты на прямой эфир, а его все нет. Ну, скажите, где, где, где ночи? Эти заслуженные ноги. Я ему придет, я ему все их переломаю в конце концов. Ну, ну, ну сколько можно в конце концов? Ну, сколько можно сдать? Ну, я, я, я просто не понимаю. Знаете что, если он сейчас не придет, не придет, значит включайте гимн. Пусть все тогда наши слушатели, слушатели встают и уходят, и я вместе с ними, я уйду и прямо из рыжечера уйду в дворники. Лягу на асфальте, прикинусь шлангом и буду всех поливать. Все, все, я больше не могу. Все, я не буду. Что ж? Не, 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 не. Не, 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 не. Всё, я не буду, не, 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 не. Я больше не буду этим людьми четеровым. Я больше никогда не буду. Это вы мне? Извините, Иван Вальцович, это я новую роль репетирую Ага, это хорошо получается, буду стоять Мы здесь работаем, да? Здесь, здесь Хорошо По блату еще микрофон включить Что? А? Ага, я думаю, нужно микрофончик проверить А, чем раньше думали, что я как пацан тут на пути должен прыгать Давайте, давайте Один Четыре Пф Один Четыре Да вы что, издеваете, что ли, а? Не мешайте Восемь Ох, давай Девять Десять Память Дама Король Дух Нормально? Ай, я не понял Ай И? Я говорю, начинаем по моей руке А, понял, понял Ну так высказать За что я дурак, что ли, не понимаю, что И два себе всех, понимаете, работаешь на радио Что не знаю, по вашей руке надо начинать Дуржака, понимаете себе, дел Ох, да, посмотреть на bats Ох, да, committees на высказания Уважаем Отъю прием Вึ咬 Ох, да,althе Отъю прием Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старый DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Притихло, папа, но еще шевелится. Дед, лапу, папе морду надел. Сынчка, а-а-а, совесть грядет под лица убийцу. Сынчка, а-а-а, совесть грядет под лица убийца. 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 Сынчка, а-а-а, плачет, папа, плачет, а курсику куда пчет. Сынчка, а-а-а-а, совесть грядет под лица убийца. Сынчка, а-а-а-а, совесть грядет под лица убийца. Слушайте кумский час.